Она была заинтригована ее новым товарищем по команде, Хан Сиа. Штабной офицер Цибайцзя потер свои красивые брови. Его глаза раздражались мерцающим отражением солнечного света от монеты. У него не было выбора, кроме как отвернуться в другую сторону. Громкий звук двигателя донесся издалека. Каждый смог услышать огромную мощность приближающегося автомобиля. Они почувствовали, как дрожит земля, по мере того, как машина приближалась. Цибайцзя посмотрел на источник звука и увидел приближающийся гигантский и свирепый военный грузовик. Мациньян бросил окурок и раздавил его пяткой. Дисусу крепко сжала пальцы в кулак, сжимая монету в ладони. Цибайцзя поправил воротник. Они здесь. Глава 70. В поезде Большой Черный медленно остановился. Джан Ва и его команда высадились с передней части автомобиля. Цибайцзя отдал честь и представился. Я Цибайцзя, офицер штаба, который будет руководить этой миссией. Буду рад работать с вами. Джан Ва и кивнул. Затем он повернул голову и от всей души улыбнулся Мациньяну, крепко его обнимая. С другой стороны, глаза Линья заблестели. Увидев Дисусу, его пристальный взгляд был прикован к ней. Он застенчиво махнул рукой. Привет, Сусу Джи. Маленькая Лин-Лин. Дисусу просто проигнорировала Линья и прошла мимо него к Лия-Линь. В то время, как он все еще стоял загипнотизированный ею. Она ущипнула щеки Лия-Линь. Твиска, твиска, ты стала красивее с тех пор, как я видела тебя в последний раз. Сгинь. Мы не так близки. Лия-Линь нахмурилась и оттолкнула раздражающую руку Дисусу. Дисусу это не беспокоило. Она огляделась и с любопытством спросила, где твой механик, где он прячется. Лия-Линь скрестила руки на груди. Она холодно взглянула и отказалась отвечать. Джан Ва и ответил. Он немного устал, поэтому он все еще спит в грузовике. Этот грузовик, Джан Ва и встал и сказал с гордым лицом. Наша машина материально-технической поддержки. Ревность наполнила команды Мацин Яна и Дисусу. Они бросили на руководителей своих команд горький взгляд. Мы тоже хотим иметь собственный транспорт поддержки. Цибайдзя хлопнул в ладоши. Хорошо. Время уходит. Выступаем. На станции был припаркован военный поезд. Вместо того, чтобы перевозить предметы с помощью самолетов или обычных автомобилей, 40 хорошо обученных полевых сотрудников загружали коробки с огнестрельным оружием и боеприпасами в поезд. Поскольку основные скоростные автомагистрали были разрушены, шесть наций сосредоточили свое внимание на развитии железной дороги, соединяющей различные пункты назначения. Поезда военного назначения ходили по обозначенным военным железным дорогам, что делало их быстрее, чем гражданские поезда. Три дня – все, что нужно было для того, чтобы поезд добрался до пункта назначения. Первые пять вагонов состояли из кабины машиниста, двух спальных вагонов, ресторана и хранилища огнестрельного оружия соответственно. Последние несколько вагонов были под открытым небом, специально для перевозки других транспортных средств. Лия Линь подъехала на большом черном к перрону. Полевой персонал плотно закрепил его на месте и накрыл грузовик полезащитным чехлом. После того, как все сели в поезд, он тронулся. Поезд, отражая лучи палящего солнечного света, въезжал в опасные и коварные лесные поля. Хансио проснулся вскоре после того, как почувствовал вибрацию поезда. На потолке вагона были установлены лампы, которые освещали комнату мягким белым светом. Сам вагон был заполнен безжизненными, ледяными машинами и механическим оружием, но они действительно давали ему чувство безопасности. Хансио потер глаза, прежде чем полностью восстановил концентрацию. Он открыл дверь вагона и понял, что они ехали на скоростном поезде, который уже был в движении. Дикий ветер хлестал по его лицу, раздувая его грязные волосы назад. Пол непрерывно вибрировал, и до его ушей доносился шумный звук движения поезда. Поезд плавно мчался по рельсам к месту назначения. Мириады звезд освещали темное небо. На далеком горизонте можно было увидеть горы. Я проспал весь день. Некоторое время Хансио был слегка поражен. Затем он надел симулятор лица и приспособил свое лицо к лицу обычного человека из своей памяти. После чего он надел маску на симулятор лица. Он всегда был таким осторожным. После этого он проследовал по тропе света и вошел в вагон спереди. Звук ветра исчез, как только он вошел в вагон. Вместо этого его уши наполнил шумная болтовня. Он чувствовал, как будто он только что переселился из каменного века в современную цивилизацию. Как только вошел Хансио, все перестали говорить. Глаза всех людей в вагоне были прикованы к Хансио. Они с любопытством его сканировали. Дисусу была первой, кто встал. Она качая своей красивой талией соблазнительно двигалась к Хансио. «Итак, ты Хансио?» – спросила она с любопытством. «Я думаю, что ты ошиблась», – небрежно ответил Хансио. Хансио знал, что ему будет намного сложнее выбраться из положения, если он будет отвечать на все вопросы, направленные на него правдиво. Лицо всех находящихся в вагоне напряглось. Какая наглая ложь. Все остальные находятся здесь, в вагоне. Кем еще он может быть? Ли Ялинь была в восторге, когда увидела, как он отверг Дисусу. Она помахала Хансио. «Сяге, иди сюда и сядь». Хансио кивнул и подошел к Джанваю и остальным. Ли Ялинь прошептала Хансио. «Отличная работа. Ты просто что хорошо смутил эту интригантку Дисусу». «Интригантка?» Хансио был удивлен ее описанием. «Правильно. Дисусу – коварная, лукавая и хитрая подколодная змея». Ли Ялинь сказала с полным ртом ненависти. Хансио прищурился. «Ты описываешь себя?» Линя не мог не согласиться. Однако он не осмелился ничего добавить из-за страха быть избитым Ли Ялинь. Он тайно посмотрел на Хансио с уважением. «Это мой Сяге, у которого железные яйца, мужественный человек, который никогда не фильтрует свои слова». Когда Дисусу увидела интимные жесты Ли Ялини Хансио, ее лицо почернело. Следы гнева мелькнули в ее глазах. Мациньян протянул руку и улыбнулся. «Привет, брат. Приятно познакомиться. Я Мациньян». Хансио пожал руку, другой рукой спокойно сдерживая разъяренную Лин Ялиня. «Технически, мы никогда не встречались». Мациньян был ошеломлен. Он обвел взглядом маску Хансио, не зная, смеяться или плакать. «О, ты прав». Цибайцзя хлопнул в ладоши. «Так как все здесь, я сейчас объясню детали этой миссии». «Полевой персонал, пожалуйста, прошу оставить нас». Полевой персонал знал, что это было правилом, поэтому они ушли из вагона без колебаний. Место сразу же успокоилось, так как внутри остались только три секретные команды и Цибайцзя. Это совместная миссия разведывательного управления Хеслы и нас. Войска Хеслы размещены на границе, и они могут в любой момент выдвинуться. Наша задача – проникнуть на базу противника, чтобы собрать информацию об их обороне, чтобы мы могли обеспечить войска разведывательной поддержкой. Хесла прислала нам карту Долины Темного Ворона. Это место легко удерживать, но трудно атаковать, а в густых лесах мы не сможем определить координаты базы с помощью наших спутников. У нас нет информации об их численности и местонахождении. Мы можем атаковать только с суши. Все были очень серьезны, когда дело дошло до их миссии. Дисусу почесала лоб и нахмурилась. Это похоже на хорошо охраняемую базу. Могут ли войска Хеслы штурмовать базу на земле? Они отказались. Цибайцзя покачал головой. Все поняли причину. До тех пор, пока Хесла сможет уничтожить врага двумя третями своих усилий, они никогда не развернут всю свою силу. Кроме того, когда было слишком мало информации о силе и местонахождении противника, Хесла не позволит своим войскам преждевременно действовать, опасаясь понести слишком много потерь. Отдел секретных операций будет привлечен, чтобы сделать грязную работу, как такое проникновение. Лия Линь проворчала. Тогда где же точка проникновения? Цибайцзя указал на место на карте. На западной стороне долины находится большой город под названием Вороний лес. Тот факт, что они осмелились построить город возле базы организации, говорит о том, что обе стороны вступили в сговор. Несколько разведчиков с базы в долине, расположенной в городе, это наша возможность получить критически важные сведения. И, согласно сведениям высших чинов, в базе долины Темного Ворона есть три достойных внимания врага. Цибайцзя раздал папку с информационными листами всем желающим. Когда все прочитали листы, он резюмировал суть информации. Пан Куан, глава базы, 35 лет, азиат, боец и является одним из руководителей организации. Его оружием является клинок по прозвищу Клинок Души. Его последний зарегистрированный подвиг был три года назад, когда он одолел 12 агентов Тесея на границе. Четверо из них были сверхлюдьми. На фото был человек без всяких эмоций. Он был похож на любого обычного человека, но излучал чрезвычайно жестокую ауру. Цзитзе, заместитель руководителя, мужчина, 29 лет, смешанный азиат и европеец. У нас почти не информация на него. Мы только знаем, что он, кажется, является родственником лидера организации «Глаз ветра» Цзинуа. Дормунд, капитан сил безопасности, 43 года, из Рейлина. Он специализируется на разном огнестрельном оружии и является чрезвычайно элитным специальным агентом. Он руководил целым отрядом ночной совы. Мацин Ян с сомнением на лице произнес. Я думал, что у нас мало информации о внутреннем положении базы. Откуда взялась вся эта подробная информация? Всем было интересно узнать это. Цзи Байцзя покачал головой. Не уверен. Высшие руководители сказали, что это секретная информация. Все прекратили свои допросы. Хансиа слегка усмехнулся. Источник этой информации сидит рядом с вами, ребята. Цзи Байцзя дал больше указаний для всех, чтобы они приняли к сведению. Внезапно его тон изменился. Для этой совместной операции Хесла также отправит свою команду агентов из разведывательного отдела. Они будут двигаться вместе с нами, когда мы встретимся в точке встречи. Выражение лица Чжановы стало неестественным, и он спросил. Агенты двух стран вместе будут работать над этой миссией. Цзи Байцзя почувствовал себя неловко и кошленул. Да, это добавляло лишних проблем. Хесла была недовольна информацией из Стардрагона. Кроме того, они не хотели тратить большую часть своих собственных сил, поэтому они попросили, чтобы 13Е подразделение задействовало свои силы для этой миссии. Агенты смотрели друг на друга с беспокойством. Отношения между двумя странами были довольно натянутыми. Даже агенты казались враждебными друг к другу. Казалось, что миссия окажется провалом. Эта информация не имела пользы для Хансиа. Он зевнул и посмотрел в окно. Он прищурился, увидев что-то. Немедленно он прервал дискуссию и закричал. На нас нападал зверь. Все были ошеломлены и не смогли среагировать. Поезд сильно завибрировал, в результате чего агенты чуть не попадали. В то же время, от полевого персонала в заднем вагоне раздался громкий и ужасный крик. Глава 71. Сожгите эту чертову тварь. Поезд сильно качнулся. Тряска пришла из последнего вагона поезда. Спецагенты, которые изо всех сил пытались сохранить равновесие, выглядывали из окон, и вид перед ними был шокирующим. Под покровом тьмы гигантский черный червь обвился вокруг последнего вагона. Тело червя простиралось на десятки метров, и у него был глянцевый черный экзоскелет, состоящий из хитина, отражающего лунный свет. И тут я вспомнил фильм «Дрожь земли». Существо выглядело отвратительно. На голове червя был гигантский рот с острыми зубами, которые рядами уходили вглубь в его горло. Червь жевал металлический корпус вагона поезда, пытаясь прорваться внутрь. Несчастный агент оказался во рту червя, через мгновение его крик прекратился, а сам он превратился в фарш, исчезая в желудке червя. Хансио почувствовал холодную дрожь. Его смелые идеи, о которых он думал, мгновенно исчезли. Это темный земной червь. На лице Цибайдзя можно было увидеть страх. Хансио вытащил из кобуры свой берсерк иглы и выстрелил в червя. Он напрягся в тот момент, когда в его глазах мелькнули характеристики червя. Темный земной червь уровень, 48, детская стадия УР, 10, подростковая стадия УР, 10, взрослая стадия УР, 10, стадия спаривания УР, 10, УР, 8, возраст, 71 год статистика, сила 80, ловкость, выносливость, интеллект, мистика 1, удача 2, энергия, 0 энергетический ранг, ХП, способности, толстый хитиновый экзоскелет, защита плюс 20, темнота, 15% атрибут тьмы, большое тело, ХП плюс 1, 1000, уменьшение шока на 20%, жевание металла, дополнительный урон металлическим элементам на 25%, редкая кровь земного дракона, ХП плюс 2000, 10% защиты от сверхъестественных элементов, навыки, убийство удушением УР, 7, ползание УР, 10, вращающиеся резцы УР, 6, кислотная коса УР, 5, Ханси очувствовал, что было несправедливо, что даже монстру повезло больше, чем ему, огонь, агенты стреляли из своих пистолетов, выстрелы были оглушительными, однако пули просто задевали толстый экзоскелет червя, почти не причиняя ему вреда, пустыня аквамарина была особенно опасна, в нем бродили всевозможные ужасные существа, было много случаев в прошлом, когда эти существа зверски уничтожали города и поселки, Люди должны полагаться на свой коллективный разум и мудрость, чтобы противостоять этим существам, чтобы оставаться на вершине пищевой цепи, у темного земного червя была долгая жизнь, его длина увеличивалась пропорционально возрасту, при нормальных обстоятельствах он мирно проживал в темноте с небольшой активностью, тем не менее, он мог проснуться от сильных колебаний земли, людям стало ясно, что червя разбудил шум проезжающего поезда, Чтобы предотвратить столкновения с дикими существами, каждая железнодорожная линия имела обслуживающий персонал, который осматривал инфраструктуру и обследовал движение, что также включало в себя обследование подземной почвы на наличие признаков жизни Если червь появился до последнего обследования, это означало, что ответственный персонал схалтурил и не осмотрел тщательно почву Агенты, которых червь считал добычей, были шокированы ситуацией, вытащив пистолеты они начали стрелять в червя Однако мелкие пули пистолета почти не наносили никакого урона червю, чьи очки защиты были выше 100 Все взрывчатки и пулеметы Готлинга были в грузовой вагоне Однако агенты не могли получить это оружие Доступ к грузовому вагону был заблокирован червем Ситуация была неоптимистичной для агентов Посреди хаоса, сильный порыв ветра ударил в вагон Случайные предметы выпали и начали дрейфовать на ветру Поезд наклонился под углом в 15 градусов, и из-под колеса с крежетом полетели искры Вагон выглядел так, будто в любой момент может перевернуться под массивным телом червя В сторону, закричала Лия Линь, прыгнув вперед со складным ножом в руки Она направила пламя желтой энергии и пробила экзоскелет червя Был слышен треск, и на теле червя появился отчетливый порез Это было действенно Бойцы могут направить свою внутреннюю энергию, чтобы нанести удивительный урон В этом случае удары руками и ногами имели огромную силу и работали эффективно После быстрого осмотра Дисусу тоже вышла вперед Со складным ножом в руки, направляя пламя зеленой энергии Она сильно и быстро рванула, как молния Небольшой кусок экзоскелета упал с червя, и было видно слабое свечение зеленого цвета Чер не показывал никаких признаков беспокойства У него была плотный покров и доспехи для защиты, и поэтому он был особенно спокоен Впоследствии он сжал свое тело, чтобы сжать вагон Монстры на аквамарине были свирепыми, и многие из них обладали способностями, которые делали их особенно выносливыми Червь был, очевидно, диким существом уровня босс, и без огневой мощи современных военных было бы трудно убить монстра Червь был существом, для победы над которым требовалось не менее 50 игроков одного с ним уровня Однако были некоторые случаи, когда монстра побеждали и одиночные игроки Двумя глотками червь проглотил еще двух агентов Плоть людей на вкус намного лучше, чем у песчаных червей под землей Темный земной червь стиснул зубы, как будто он наслаждался едой Агенты дрожали, и жестокость хищника заставила многих почти рухнуть на землю В этот момент казалось, что люди потеряли свой разум и были превращены в добычу, ожидающую наступления их роковых моментов Используйте огонь, червь боится огня Дисусу кричала у червя было плохое зрение, и он был особенно чувствителен к жаре и тлеющим углям, что оказывало такое же воздействие на червя, как и вспышки на человека Агенты поняли, что если ситуация будет оставаться на прежнем уровне чуть дольше, поезд будет разрушен Единственным выходом было использование пламени, чтобы оттолкнуть червя назад Джанвэй немедленно достал магазин с взрывчатыми и зажигательными снарядами Взрыв Мгновенно неприступный экзоскелет червя начал гореть Червь потерял самообладание и начал сильно извиваться От пламени и высокой температуры червю стало очень неудобно Он стал столь же взволнованным, как беспокойный павиан Ханси стоял смирно, как гвоздь на доске Увеличивающаяся величина толчков заставила его беспокоиться о переворачивании вагона Почти все агенты 13ГО подразделения приобрели взрывчатые заряды, поэтому он был уверен, что они смогут эффективно справиться с ситуацией без его участия Огонь начал распространяться по телу червя, и мгновение спустя, червь больше не мог противостоять яркому пламени Он вскрикнул и ослабил хватку вагона После этого он врезался в землю В считанные секунды он глубоко зарылся под землю, оставив только груды грязи Агенты, которым удалось избежать гнева монстра, все еще испытывали шок и страх Они рухнули на землю Мы спасены Мы еще не умерли Еще не умерли Мама, я скучаю по тебе Хотя черв появился только на несколько минут Ущерб, который он нанес, был огромен В вагоне везде были дыры Он был в руинах Если бы червя не прогнали, поезд вместе с его пассажирами имел бы Ну, может быть, не все пассажиры погибли бы, но поезд бы определенно задержался К счастью, у них у всех были взрывчатые боеприпасы Все люди смотрели на Хан Сиа В их глазах чувствовалось уважение Джан Вэй похлопал Хан Сиа по плечу Не было слов, чтобы выразить его благодарность Если хотите поблагодарить меня, просто скажите это Я не могу читать мысли Все потеряли дар речи Слова Хан Сиа полностью разрушили атмосферу Агенты немного отдохнули и начали наводить порядок Атака темного земного червя в конечном итоге была разовым инцидентом И тот факт, что произошло только одно нападение Доказало, что военная железнодорожная линия была наиболее безопасной Пейзаж за окнами поезда был в основном горами, густыми лесами и лесовыми равнинами Которые постепенно приелись По дороге Хан Сиа сел в большой черный вагон Отрабатывая свою технику тренировки энергии и навыки машиностроения Три дня спустя поезд прибыл на пограничную станцию Хесла Глава 72 Миссия, разрушитель лагеря Хесла и Стардрагон принадлежали к одному континенту Возможно, более либеральная культура в Хесле была вызвана жарким и влажным климатом Даже за пределами пляжей можно было увидеть девушек в бикини и парней Топлес, гуляющих по улицам Поезд подъехал к военному вокзалу Глядя в окно, на платформе можно было увидеть человека стоящим в тени, в свободной цветочной рубашке Он был, вероятно, следующей точкой контакта Хансия вышел из поезда вместе с остальными Цибайцзя шел впереди Цибайцзя подошел к мужчине и представился Я Цибайцзя из 13го подразделения Стардрагона Человек засмеялся и снял свои солнцезащитные очки У него была небритая щетина, и он выглядел неопрятным, как будто он был торговцем рыбой с рынка Я Ефань из отдела разведки Хесла Хансия был в неверии Ефань Каким именно Ефанем он был? Что именно произошло? Мужчина выглядел совсем не так, как лихой и крутой Ефань, которого Хансия себе представлял Ефань увидел помятый вагон поезда с дырами и сразу же спросил Ребята, вы столкнулись с монстром? Это был просто маленький червь Никакой реальной угрозы Цибайцзя сухо кашлянул Несмотря на опасность, вызванную червем, он никак не мог признать, что ситуация была очень опасной Ему нужно было поддерживать репутацию агентов Стардрагона и хотел, чтобы люди в Хесле поверили, что они сильны Должно быть, вам действительно повезло, что вы благополучно прибыли Ефань рассмеялся Он больше не придирался к словам Цибайцзя Ефань снова надел свои очки и сказал Давайте быстро отправимся в командный центр и представим отчет Наши административные процедуры здесь менее сложны, чем в Мэпл По крайней мере, на 90% менее Некоторые агенты хихикали про себя Мэпл был известен своей негибкой системой Очевидно, когда шануки из Тесея и Мэпл сотрудничали, чтобы уничтожить бродячих военачальников Вспыльчивые шануки были настолько расстроены сложными процедурами отчетности Мэпл Что почти сразились с официальными лицами в штаб-квартире Караморазведывательного управления Мэпла Административное управление этой совместной операцией потребовало от командиров представить свои планы операций до фактического выполнения миссии Для этой операции военные Хесла были делегированы в качестве наступательных сил Агенты отвечали за разведывательные миссии, чтобы раскрыть вражеские чертежи защиты на базе Долины Темного Ворона По пути можно было увидеть совершенно новые пули, непробиваемые джипы и танкетки, припаркованные в гаражах Были также сотовые ракетные установки и группы солдат, перевозящих боеприпасы Чжанвы, Дисусу и Мациньян стали очень тихими, резко контрастируя с их обычным болтливым поведением Это были их националистические настроения, влияющие на них Хансио понял, что ему не следует делать ничего лишнего в тот момент Командиром был мускулистый европеец по имени полковник Карл Полковник Карл изучал план операции, висящий на стене Услышав скрип двери, полковник Карл, который подумал, что его помощник входит в комнату, выпалил Не беспокой меня, когда я думаю Ефань кошлянул и сказал Полковник, агенты из Стардрагона прибыли, чтобы представить свой отчет Полковник Карл повернул голову к Ефану Напряжение на его лице сразу уменьшилось Он прищурился и холодно посмотрел на агентов Стардрагона с недоверием Он достал документ из своего ящика Отведите их на отдых, мы выступим вместе через час, приказал он Карл выглядел недружелюбно по отношению к агентам 13-го подразделения Ефань отвел агентов в комнату и попросил их оставаться на месте, так как они скоро уйдут После ухода Ефаня агенты остались одни Линья, наконец, осмелился заговорить и тихо спросил Почему у меня такое чувство, что солдатам Хесла, особенно командиру мы не нравимся? Мацин Ян саркастически ухмыльнулся и сказал В прошлом между Стардрагоном и Хеслой были войны Поэтому народ Хеслы недружелюбен по отношению к нам Очень неприятно, что мы сталкиваемся с такими ситуациями, даже когда мы находимся на совместной миссии с ними Заслужить одобрение полковника Карла будет определенно непросто Различные стычки подразделения 13 не были уникальными для Стардрагона На самом деле, многие страны сталкивались с такими ситуациями Мыпл и Ордена были более консервативны Рейлин и Тесей были более напористыми Стардрагон и Хесла были более нейтральными Линья с недоверием заметил Почему тогда департамент отправил нас в Хеслу Что если они сделают нас жертвенными овцами для миссии Никто не знает, о чем думают высшестоящие Я думаю, мы должны рассчитывать на себя, чтобы оставаться в безопасности Ма Цин Ян, будучи опытным сотрудником департамента, не был удивлен или шокирован такими договоренностями Цы Бай Цзя объяснил Не волнуйтесь, каждая команда, выданная вам, ребята, должна получить мое одобрение Агенты замолчали после серии обсуждений, чтобы подготовиться к миссии Я пойду покурю Хан Цзя встал и вышел из комнаты Он зажег сигарету и сделал глубокий вдох, который дошел до легких, а затем вышел из ноздрей в двух струях дыма Он почувствовал облегчение Он проигнорировал недружественные взгляды солдат Хесла и переключил свое внимание на план миссии на экране планшета Вы активировал миссию операция Долина Темного Ворона Краткое описание миссии Это небольшая военная операция Как участник 13-го подразделения и участник операции, обратите внимание на то, что вы можете сделать Подсказка Миссия является частью серии Разрушитель лагеря, и вы можете получить эти награды по завершении миссии Разведка 1 Командная миссия Следите за ситуацией в городе Вороньево леса Вознаграждение 3-0-0-0 опыта Разведка 2 Командная миссия Следите за ситуацией в лагере Темной Вороны Вознаграждение 8-0-0-0 опыта Логистик Одиночная миссия Выполните 20 ремонтов оборудования для ваших товарищей по команде Вознаграждение 8-0-0-0 опыта Убийца Одиночная миссия Убийте 8 часовых Вознаграждение 18-0-0-0 опыта Прямой конфликт. Одиночная миссия. Убейте 50 солдат организации Гермина. Вознаграждение 35 000 опыта. Убийство 1. Убить Дормунда. Вознаграждение в зависимости от вклада. Убийство 2. Убить Зидзи. Вознаграждение в зависимости от вклада. Убийство 3. Убить Панкуана. Вознаграждение в зависимости от вклада. Уничтожьте лагерь Долины Темной Вороны. Вознаграждение в зависимости от уровня выполнения миссии и индивидуального вклада. В конце миссии награды будут выдаваться на основе индивидуальной статистики и производительности. Первоначально Хансио думал, что это будет обычная миссия, но вместо этого операция была частью серии разрушитель лагеря, которая позволяла добиться разнообразных и выдающихся результатов. Было много типов миссий, и для тех, что принадлежат к серии разрушителей лагеря, если кто-то один выполнит большинство целей, он получит щедрое вознаграждение. Были также дополнительные награды, основанные на индивидуальной работе. Когда Хансио курил, к нему подошла дама с короткими рыжими волосами и спросила «Ты из Стардрагона?» Глядя в ее глаза, Хансио кивнул «Полагаю, что так». Сразу же, женщина вытащила нож из столи и нанесла удар в шею Хансио. Глава 73 Тестирование Хансио уставился на рыжеволосую женщину, не дрогнув. Нож был всего в трех сантиметрах от его главной артерии, когда он остановился, и затем она убрала его, демонстрируя свое умение владеть оружием. Женщина свирепо посмотрела на Хансио. «Почему ты не уклоняешься?» «Почему я должен уклониться?» «Думаешь, я не посмею ударить тебя?» «Ты можешь попробовать». Лицо Хансио не изменилось не на секунду. Где-то под его одеждой, под воротником уже медленно двигалась магнитная броня, управляемая им. Она могла защитить его шею в любой момент, и поэтому он был бесстрашным. Кроме того, поскольку она могла свободно передвигаться в военном лагере, она должна была быть агентом Хесла. Она бы не навредила ему так просто. Скорее всего, это проверка его способностей или попытка внушить ему страх. Однако, как они посмели выбрать его в качестве цели? Хансио был слегка раздражен. Его глаза стали ледяными. Рыжеволосая женщина внезапно почувствовала дрожь по спине и не могла понять, откуда она взялась. Она собралась с мыслями и проворчала. Винно агент разведки Хесла. Она только что закончила говорить, когда почувствовала, как что-то толкает ее живот. Она посмотрела вниз. Пистолет большого калибра был нацелен прямо на ее живот. Только тогда Хансио засмеялся и сказал. Хансио, это было слишком быстро. Я даже не увидела, как он вытащил свой пистолет. Ее зрачки сузились. Она убрала нож. Хансио тоже убрал свой пистолет. Я запомню это. Винно обернулась и ушла. Хансио прищурился. Персонал Хесла, несомненно, враждебен по отношению к нам. Им лучше не тянуть меня вниз. После того, как Винно ушла на некоторое расстояние, она вздохнула с облегчением. Она поняла, что холодный пот стекал по ее волосам и стала серьезной. Этот агент Стардрагона. Он излучает чрезвычайно опасную ауру. Винно вернулась в гостиную, где ее ждали остальные агенты Хесла. Ефань улыбнулся и спросил. Узнала что-нибудь. Винно сделала глоток воды, чтобы успокоить пересохшее горло, и ответила серьезным тоном. Этот парень, Хансио, вероятно, очень опасен. Хансио. Ефань думала чем-то, основываясь на его физическом описании. Этот парень вел себя очень сдержанно с тех пор, как они сошли с поезда. Он только странно посмотрел, когда кто-то назвал его имя. Странный человек, заключил Ефань. Хансио закончил курить и ногой раздавил окурок. Он вернулся в гостиную. Цибайцзя оглянулся и внезапно спросил. Ничего не случилось, верно? Что-то случилось. Я видел свинью, падающую в канаву. Цибайцзя чувствовал себя немного неловко. Ты можешь быть более серьезным? Ну, тогда ничего не произошло. Но небрежно ответил Хансио. Поскольку это было всего лишь испытание, чтобы напугать его, он не хотел, чтобы все об этом слышали. Во-первых, это было для блага миссии. А во-вторых, он не хотел блуждать в эмоциях. По его мнению, они были первым типом врага. По его мнению, было три типа врагов. Первый тип злил его или нарушал его планы. Второй тип хотел, чтобы он умер или ставил под угрозу его жизнь. Последний тип был его врагом. Был также тип, который имел не только взаимную ненависть, но и конфликтующие интересы. Одним из примеров была организация Гермина. Это был враг, который был главным приоритетом для Хансио. Первый вид был слишком неважным, чтобы о нем заботиться. Цибайцзя многозначительно взглянул на Хансио. Он сидел у окна и видел, как разворачивается весь инцидент. Раньше он совершал много полевых миссий и знал, что агенты другой страны обязательно проверят их способности и продемонстрируют свое мастерство. Это было тайное правило. Все агенты были гордыми и высокомерными. Никто не получит уважение и власть, не демонстрируя свои способности. Если бы кто-то пожаловался своему начальнику, над ним бы действительно посмеялись. Цибайцзя одобрял то, что сделал Хансио. Он не подвел репутацию Стардрагона и был рад, что Хансио держал рот на замке. Способность этого парня хороша, и он понимает общую картину. Они не боролись? Карл удовлетворенно кивнул, услышав доклад своего заместителя. Хорошо. Похоже, эти люди из Стардрагона знают свое место на нашей территории. Вскоре настала пора было выходить. Все собрались у пограничного выхода. Ефань вместе с Винной привели с собой дюжину агентов, вооруженных и готовых идти. Первой остановкой миссии было место далеко от города Долины Ворона. Там было заброшенное тайное укрытие Хеслы. Они собирались использовать его как свою временную базу. Подразделение 13 перевезли вездеходы на поезде. Это были просто обычные вездеходы. Только большой черный Хансио был уникальным. Его двигатель громко взревел и он повез свою команду. На этот раз он ехал стабильно и комфортно. Лия Линь была тронута почти до слез. Остальные три товарища по команде, теснившиеся в рядом, были озадачены. Они не понимали такой сильной реакции Лия Линь на все это. Это была поездка на полдня. Автоколонна Хеслы шла впереди, а 13-краткая дивизион следовал за ней. Внезапно кортеж Хеслы ускорился, постепенно увеличивая расстояние между двумя сторонами. Дисусу и Мациньян ускорились, когда они поняли это. Только Хансио, ведущий Большого Черного, медленно следовал сзади. «Сяге, нам нужно их догнать», — Линья сказал с тревогой. Хансио держал одну руку на руле, а другая была за окном и наслаждалась ветром. «Почему мы должны догонять их?» «Независимо от того, насколько быстро они приедут туда, им придется ждать нас там». «Ну ты прав в этом, конечно». Внезапно смех Дисусу прозвучал по радио. «Маленькая Линь-Линь, почему вы, ребята, так медлительны?» «Пишите и догоняйте нас». «Или навыки Хансио не на должном уровне?» «Я не хочу тратить впустую бензин», — коротко ответил Хансио. Дисусу была мгновенно ошеломлена. Это был первый раз, когда она услышала такое уникальное оправдание. «Такие агенты, как мы, должны беспокоиться об оплате бензина». Мациньян включил радио. Джанвэй — это агенты Хеслы, хвастаются. «Мы не должны проиграть им». Джанвэй задумался на несколько секунд и похлопал Хансио по плечу. «Давай их догоним». Лицо Лия-Линь сразу побледнело. Она поспешно схватила Джанвэя за рукав и попросила. «Пожалуйста, не надо. Эта скорость отличная. Чего именно ты боишься?» Джанвэй был действительно озадачен. «Капитан, разве не хорошо быть живым?» Лия-Линь сказала дрожащим и рыдающим тоном. Джанвэй совсем был сбит с толку. Хансио поднял бровь. «Вы действительно хотите догнать их?» «Да». Джанвэй кивнул. Хансио вздохнул и с легкостью переключил передачу. «Хорошо, тогда, ребята, вам лучше держаться крепче. Лия-Линь была сильно напугана. Она крепко держалась за дверь машины и сжала челюсти. Вы-вы, ребята, наверняка пожалеете об этом. Днем все прибыли в пункт назначения. Как только они вышли из своих машин, они все с шоком, ужасом и неверием посмотрели на большой черный грузовик. Холодные капли пота текли по их позвоночнику всякий раз, когда они вспоминали о сцене раньше. Даже при том, что они были опытными агентами, которые видели много вещей, таких как движение в форме буквы «С» и «З». Это был первый раз, когда они видели движение в форме. И он был быстрее, чем кто-либо еще. Это даже нельзя было считать ездой. Больше было похоже на полет. Водитель грузовика, должно быть, находился под воздействием сильных наркотиков. Джанвэй, Линья или Ялинь вылезли из машины, держались за дерево сбоку и всех начало рвать. В тот момент они чувствовали, что им лучше умереть. Блиархо, мой бог, я чувствую, что умираю. Я говорила вам, что вы пожалеете об этом. Ханси вышел из машины и удобно зажал сигарету во рту. Он ухмыльнулся и сказал. «Ну, вы, ребята, сами сказали мне догонять. Ты, ты специализируешься на вождении бамперкоров». Ханси сжал губы. «Бамперкор, не смотри на меня свысока. Раньше я ездил на мехах». Механизированный управляемый робот Ламберт вылез из машины крепкими шагами, как будто с ним ничего не произошло. Глаза Хансиа заблестели. «Видите, есть кто-то достаточно нормальный, кто наслаждался моим вождением». Как только Ламберт открыл рот, чтобы что-то сказать, из его рта полилась рвота, как водопад. Только после того, как с него все вышло, Ламберт прокомментировал со спокойным лицом. «Если ты когда-нибудь снова прикоснешься к рулю, я просто выпрыгну из машины». Глава 74. Отдельные операции машины были припаркованы на снаружи. После того, как все перенесли свое оборудование на секретную базу, они начали инструктаж перед миссией. У нас есть две операции. Во-первых, замаскируйтесь подстранников и смешайтесь с местными города леса Темного Ворона, чтобы собрать информацию. Во-вторых, найдите и поймайте охранников из организации Гермина, которые остались одни, и вытрясите из них информацию об их базе. «Мы позаботимся о часовых, ваши люди могут отправиться в город леса Темного Ворона», сразу же заявила Винна. Дисусу нахмурилась. «Скорее всего, в городе прячутся шпионы. Если они попытаются смешаться, они могут быть раскрыты и подвергнутся серьезной опасности. Если так произойдет, они ничего не добьются. Поиск часовых намного безопаснее и проще для выполнения. Хесла просто не могла дождаться, чтобы скинуть все опасные и тяжелые задания 13-му подразделению. Такое отношение их сильно раздражало, но в конце концов кто-то должен был выполнять миссии. Если этим не займется Хесла, тогда это должно выполнить 13-е подразделение. Поэтому никто не возражал. Чтобы проникнуть в город, мы должны сначала замаскироваться под странников, а затем найти возможность скрытно собирать информацию. «Мы не должны действовать опрометчиво и предупреждать врага», сказал Цибайцзя. После некоторого обсуждения было решено, что несколько человек останутся на базе в качестве резерва. Остались 4 человека. Линья, Цибайцзя, Мациньян и Хансиа. Хесла также оставила несколько человек для охраны базы. Хансиа знал только Ефана из их группы. Сейчас было только обеденное время. Агенты Хесла решили сначала отдохнуть. Они собирались ждать до рассвета, когда бдительность противника будет на самом низком уровне, прежде чем выступить, чтобы найти вражеских стражников. Они привезли устройство инфракрасной визуализации, поэтому тьма фактически давала им преимущество. Кроме того, они тайно хотели, чтобы 13Е подразделение стало подопытным кроликом, чтобы сначала смести некоторую опасность.